Реальный французский Пам-пам-пам-пам-пам Эй! Эль мэ ди Экрию нь шансон контент Па нь шансон депримант Нь шансон к тул мэн дэм Эль мэ ди Ты дэвен рам-миллиардер Торад дэк поэтр фер Не финир па ком тон пэр Эль мэ диданс Если вы не знаете ту песню, рекомендую Микаеву Забуд И она заразила мою уму, верится в голове В общем, такая ларанген Постоянно вращающуюся песенку Не могу ее оттуда выкинуть, поэтому не скажу, что только досына у меня Просто есть огромное Нечто пахальное Нечто вселенское, нечто безразмерное А есть то, что ветится в голове Voilà! Ça s'appelle pal'amour Ça s'appelle la petite passion И я пришел для того, чтобы сделать новый урок Приветствую всех Вообще, мне нужно с вами продолжить делать упражнение И посему во всей стоической серьезности и трезвости советского духа Я буду делать с вами упражнение, которое располагается в исковом учебнике на станичке 258 Кажется, да Это про город Это про прогулку и про путешествия Здесь очень полезная лексика, но у нас это все грамматика Поехали! Вообще, вы довольны своей прогулкой? Первое предложение Буду проговаривать каждую фразу по два раза, чтобы была еще и фонетическая польза Мы предлагаем совершить небольшую прогулку по городу Nous proposons de faire une petite promenade à travers la ville Nous proposons de faire une petite promenade à travers la ville Где ты проходил военную службу? Ох ты проходил во clова, где ты проходил свой hect VISTA? Я уже рассказывал во армии ВGM Я ужеçi воздух в армии В ice día Я жеfeit службуsoft в армии В июдея Forth c'est mon service militaire, у меня не было случая побывать в вашем городе. Je n'ai pas eu l'occasion de rendre visite à votre ville, de visiter votre ville, je n'ai pas eu, je n'ai pas eu l'occasion de visiter votre ville. Для тех, кто говорит «же» или «же», «же», губы круглые, «же». Вообще фанатика – это грамматика, грамматика – это лексика, и все это язык, поэтому не делайте. «же» не па ю...» Пасе композитое, когда вы должны «avoir», это «ю», «же» не па ю л'occasion de visiter votre ville. У нас не было случая побывать с вами на нашу поездке. «Ноу навам па ю л'occasion де вы парле де НОТР ВОЙЯЖ». «Ноу навам па ю л'occasion де вы парле де парле авек вы, де парле авек вы, де НОТР ВОЙЯЖ». У них не было случая побывать в Париже, поэтому они с радостю приняли нашу приглашение. «Ил нон па ю л'occasion деет ра пари, де визите пари. «Це па ю ль ль нон па ю л'occasion де визите пари». «Це па ю ль 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 ля ё де Kong' де визите пари. » Другие дни, он был в городе. Три дня назад, он был в городе. Он был в жизни, я вам скажу, он был в жизни, он был в Кампане. Он был в Кампане. Спасибо за приглашение, мы принимаем вас большим удовольствием. Спасибо за вашу приглашение. Француз Большой собственник, поэтому я рекомендую предложить предложение. Это для вас, чтобы выставить в комментариях. Спасибо за вашу приглашение. Мы ее принимаем с помощью у вас mammф pega. Благодарю. Благодарю за ваша приглашение. Тута у меня одна чтурка. Добавка в вашchen В следующий партнер. поэтому рекомендую притяжательные предлагатели, вместо нейтральных артиклей. Я ему отправил телеграмм на день моего départа. Ну хорошо, если хотите, если вы настаиваете. Мы выехали из Москвы вечерним поездом на следующий день. В 7 часов утра мы прибыли в Санкт-Петербург. Мы поехали из Москвы по ночам, по ночам, по ночам. Всё буду артикулировать, всё буду проговаривать. Здесь будет в Санкт-Петербург. Делегация французских учителей должна приехать утренним поездом. Если мы говорим, конечно, про преподавателей, которые учителя, они преподаватели французского языка, поэтому их называют французские учителя. В таком случае, la délégation de professeurs, de français. А если это французские учителя, просто учителя, которые будут там инженеры и преподавать, но из Франции, то есть они просто по происхождению. Вот она, любимая приставка повторения действия, которое начисто многие игнорировали. Не ре, а ре. По-русски, конечно, ре. Реставрация же мы говорим, рееставрация. Но по-французски, по-французски, ты можешь сказать реставрацион, кстати. Но рефер, релир, решанжер. Ре приставка. Повторение действия. Je л'ai revue, я увидел еще раз, да, поэтому они о-ре-voir, да, о-ре-voir, да, о-ре-voir. Ре-voir повторное увидение, да, свидание, встречи глазами повторное. Ре. Je л'ai revue encore une fois. Да, то же самое, рекомендую. Je л'ai revue un mois après. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Возьмите nurseawa субтитров А.Кулакова Когда он, кудакова-фф wood, он, канася Switch wednesday. Дабай, е-ра, 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 е-ра тихома из nächsten субтитров А.Кулакова Утельный гостей вы уходите? Если хотите, вы можете остановиться на моем роде, я хочу поставить на моем квартире. Как я предложил это? Пожалуйста, ты можешь уходить в моем роде, и они у них большой apartment. Ты можешь уходить в моем роде, ты можешь уходить в моем роде, Можно, конечно, десантку, но лучше здесь использовать выражение типа «ложе», как «остановиться». Но не в плане «саретер», «останавливать движение», а имеет в виду, что располагаться, то есть прибывать во время своего территорического воярга. Если ты хочешь, ты можешь «ложе», а «ложе», чем мои парни. «Или зонтен гранд апартемент», и я не случайно говорю «т», потому что происходит аккомодация согласных, и «д» превращается в «т». «Или зонтен», «Или зонтен», «Или зонтен», «Тен», 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 «Изонтен гранд апартемент». Будьте внимательны, проработайте это. «Изонтен гранд апартемент», «Изонтен гранд апартемент», «Изонтен гранд апартемент». Сделали, да? Круто. На следующий день после моего, своего приезда, он посетил родители своих жен. «Ле ландема, апрэй сон апак...» А, это про него все-таки не про меня. Ну про меня. Ну да, он же посетил. «Ле ландема, апрэй монаривэй...» Ну, что ж такое? «Апрэй сон аривэй». Вот, что такое гидцентризм, друзья. «Ле ландема, апрэй сон аривэй, ле ла визитэй ле парэн де са фэмм. Вообще, француз скажет, конешно же, вудву с аналитическом мышленье, «Ранду визитэй о парэн де са фэмм, а не «визитэй». А, если он будет иметь выбор между визитэй, как посещать и рандро визитэй, то, конешно, даст предпочиня второму. Да-да, француз скорее скажет «Ле ландема, апрэй сон аривэй, ла рандю визитэй о парэн де са фэмм. Вместо того, что а визитэй ле парэн де са фэмм, что-то родители его жены, они же в музей, мадам тюсостаят, чтоб их осматривать. Жу, визитэй, как осматривать. На какой остановке ты выходишь? Alors, на какой остановке ты выходишь? На какой остановке ты выходишь? Вчера мы долго говорим, когда я поеду спать. «Hier, мы с вами поговорим давно, аван дали о ле. Аван дали о ле. Hier, мы с вами поговорим давно, мадам дали о ле. Мы рады, что ты был у нас. Гастон был очень рад вновь увидеть своего друга. Гастон айтэй трэй зэрэй де рэввар сон нами». Будьте внимательны к предлогам, здесь читай инфинитивов и инфинитивные обстоятельства. А ну, Гастон айтэй трэй зэрэй де рэввар сон нами. Вы довольны нашими успехами? Этву контент де но прогрэ? И вот типичная ситуация употребления предлогов, да, если мы говорим о какой-нибудь залог или какое-нибудь состояние эмоционального присутствия, то здесь будет скорее «д» или какой-нибудь пассивный залог в чистом виде, да, вот типичная ситуация, кстати, будьте внимательны. Если я хочу сказать, допустим, обязать кого-либо что-либо сделать, то я скажу «оближе quelqu'un a faire quelque chose», «forcer quelqu'un a faire quelque chose», то есть хотите contraindre quelqu'un a «a faire quelque chose», но наоборот, когда мы в пассивном залоге, то есть испытываем 10, мы себе «аму-же-богуме, je suis content…», «de faire», «je suis obligé de faire», «je suis forcé de faire quelque chose», и это типичная ситуация для залога, и вот для эмоционально-чувственного выражения, да, «je suis content de vous voir», «ravi de vous voir», «enchanté de vous voir», «j'ai l'occasion de vous voir», понятно, «de» в пассивном, потому что если вы испытываете чувство, то тоже в пассивном. «Alors, вы довольны нашим успехом», «если тебе холодно», «давай спустимся в пассивном». «Si tu as froid, allons descendre dans le metro», «sois attentif», будьте осторожен, когда выходишь из поезда, «sois attentif quand tu descends du train», «sois attentif quand tu descends du train», «je vous attend à l'arrêt de taxi», «je vous attend au station de taxi», «je vous attend au station de taxi», «не знаю, как тут», «как Павел Казакова любит», «à l'arrêt et au station, à la station, à vous choisir», «как красиво», смотрите, да, «à vous choisir», «à vous choisir», «вам выбирать», не то, что эти люди, которые все время говорят о вашей комьюнити «chill out» адекватный, которые говорят также «it's up to you», по-русски когда говорят, неожиданно в речи у них появляется вот это «it's up to you», класс, да, почему не «at toi de choisir» тогда, или как там «at toi de choisir»? По-русски же мы берем выражения какие-нибудь классные из танца, из литературы, из театра, из кино, ну, так и можно взять и какую-нибудь повседневную выражение, если уж мы так сильно занимаем англицизм, то почему вы все время должны говорить «it's up to you», но замените на красивое французское, на алисократическое «avout choisir». Итак, я жду вас на остановке такси. Я жду вас на остановке такси. Обычно я поднимаюсь спешком, я не люблю ездить на лифте. А еще не дайте я вас докладку. Обычно я поднимаю, я не люблю ждать. Я поднимаюсь спешком, а также есть полосы. Ну, они живут на третьем этаже, если хочешь, можешь подняться на лифте. Мы будем французские брюки здесь применять или нет? Потому что в оригинале надо переводить третий как троием, но если учитывать, что первый этаж у французов, как вы знаете, называется «речосе», то понятно, что надо сказать «речосе», соответственно, потому что для француза наш первый этаж – это не этаж. Это странно вообще. Вы нормальные люди вообще, вы называете «надстройкой», а «этаж», французское слово означает «надстройка», называете это первым этажом, потому что над землей надстраиваете. Это как вы умудряете с вашей логикой «надстраивать над землей». Понятно. «Ле речосе», «дюзием этаж» – это значит «троизием этаж». Если хотите праведословно, можно говорить «о троизием этаж» без проблем. Выбирайте. Главное, лексически, словотворчество проявляйте. Будет великолепно. А, и грамматику удерживайте в адекватной структуре. Alors, «эльзабит о deuxième этаж», «си ту veux», «tu peux monter en ascenseur». «Эльзабит о deuxième этаж», «си ту veux», «tu peux monter en ascenseur». «В нашем городке много одноэтажных домов». «Илия буху де мезон санз этаж дан нотро вилла». «Илия буху де мезон санз этаж дан нотро вилла». Вот красота французского языка в реальности восприятие слова. Смотрите, одноэтажный дом – это же дом без этажей, без настроек, без проблем. И только в русском языке это дом с одним этажом, с одной настройкой. Красота? Как интегрировали французский, не понимая сути. «Илия буху де мезон санз этаж». Так скажет типичный русский человек, который сначала начинает говорить русскую фразу, облаченную его французские слова, сначала с обстоятельства места. Понимаете, да, идею? Ведь нужно говорить с подлежащего. Если уж ты начал говорить о чем-то, то существует какого вопроса. Подлежащее – введи в курс дела, сказуемое, прямое дополнение, косвенное дополнение, обстоятельства. И русский человек начинает с конца. Сначала сказать «в нашем городке». Это роман русский, пенсия в арте, роман русский типик. Как это был француз, говорит, типичная мысль о русском романе. Длинная такая и сложная, как у Толстого. «В нашем городке много одних этаж домов». Понятно, что лучше всего сказать не в нашем городке, а потом дома, а наоборот. «Илия буху де мезон санз этаж дан Нотру Виле». А Нотру Виле, если хотите. На каком этаже ты живешь на четвертом? Итак, а на каком этаже ты живешь, он идет weniger не до четверта и30. На на 2 STOP assumptions? я всегда езжу на метро. Что вы делаете для идти в институт? Вот эта фраза наиболее популярная из туристических ситуаций, разговорная, как добраться до Эйфелева башня. Скажите, как вы делаете для идти в Эйфел, как вы делаете для идти в институт, или как вы делаете этот omnivalентный французский «пrendre», можете использовать его здесь тоже хорошо. Что вы делаете для идти в институт, или как вы делаете, только не «про-не», исповедуете, постоверете, а «про-не» здесь будет. Что вы делаете для идти в институт? Я всегда езжу на метро, я всегда езжу на метро. Почему ты ездишь на работу? Сначала я езжу на трамвай, а затем я езжу на метро, а затем я езжу на велосипеде, я в Китае скорее всего. Что ты делаешь для идти в институт? Я обычно беру на трамвай, и после метро. Что ты делаешь для идти в институт? Сначала я беру на трамвай, и после метро. Друзья, поднялись на лифте, на последний этаж башни, а тут открывается прекрасный вид на город. Видны дома, сады, зеленые ленты бульваров, голубые ленты сены. У меня не перетягу, и сады, на последний этаж, и сады. У меня есть, на последний этаж, сады, и сады. У меня есть, и сады, «les rubans verts des boulevards, le ruban bleu de la Seine». Ну, это как бы понятно, да, общая картина. Можно сказать, что видны некоторые дома, некоторые сады. Мне нравится здесь больше общий такой повествовательный жанр, такого нарратива, рассказа, прекрасный Париж, шею-башни. Можно без телескопа смотреть на все вот это прекрасное парижское панорамное состояние этого города безумно красивого, звук берегов, это материал, поэтому я вижу... вот здесь, «мазоны», «фасяды», «жардин», «булыбанов» «булыбар». «Булыбан для сна». Можно сказать, что видны все города Сейна, которые 30 местами отражаются с парижской области, Какой? «Парижской бургоматери». Ну, до Реклама Я понимаю, что на юге Тур-Эфель во всей паре, всей паре, всей паре с 30 поездки, с детьми в сентябре, с пляжем паре и с кафедрами паре. Я понимаю, что это там. На юге Тур-Эфель, есть в Картейн-латин, Le quartier latin, опять перевернуть фразу, le quartier latin se trouve sur la rive gauche, rive gauche, я по-русски говорю из этой марки rive gauche, не rive gauche, конечно, забавно, sur la rive gauche de la Seine, c'est un quartier d'étudiants. Посреди Seine находится небольшой остров, он называется Cité, на этом острове находится собор Парижской Богоматери. Au milieu de la Seine, il y a une petite île, elle s'appelle la Cité, dans cette île, donc dans cette île, il y a la cathédrale de Notre-Dame de Paris, il y a la cathédrale de Notre-Dame de Paris, il y a la cathédrale Notre-Dame de Paris, il y a la cathédrale Notre-Dame de Paris, si vous juste хотите ее назвать. Но, на самом деле, лучше всего говорить все-таки прямо, la cathédrale de Notre-Dame de Paris, чтобы обозначить чьей-чьей-матери, Парижской, Богоматери. Ясно, я не нашел упражнение, переверни страницу. Поверните направо, аптека недалеко от угла улицы. Les 18 минут утренской, чтобы обозначить avons наше свежим. Их, они живут наше свежим. Обозначения наше свежие следующие, присутствовалиONE. 10 минут пр storageường, мы少 MORE управление, которыйfallено наше свежегоuia. 10 минут пор, она остановится в автек différents. « 10 минут поп segunda, у aparecer поедин咧iar следует一切, CIA savons, слово а piSPEAK. Теперь по посмотрим. Важительное ваше ductило. corruptление наше свежие десять минут, поскольку möтили�만 отличие. Если уж мы следуем правилу, о котором я вам очень рекомендовал вначале хорошо подумать. Подлежащая, сказуемая, и вот эта стройная французская мысль. Сначала существовал вопрос, потом всякие обстоятельства и дела. Вдоль стены стоят стулья. Лолон дю мюр, илья, дешезь. Опять, илья, дешезь, лолон дю мюр. Лешезь, се трув, о лон дю мюр. Тогда будет говорить о том, что стулья, о которых вы говорите, это не просто стульчики, мадам, говорите со своей. Это стулья, о которых мы уже все точно знаем заранее. Из гарнитуры генерал Шпопова. Обязательно вначале используем определенные артикли. Если мы говорим про стулья, которые стоят в ряд, и мы на них смотрим, и они известны, и они контекстуально определены, как единственные в данной обстановке. Если мы говорим про какие-то стулья, видим стулья для трудящих всех стран. Тогда мы говорим, д, илья, д, шезь. Ле лон, ле лон, ле лон, ле лон. Ле лон. Ле лон. Ле лон. Ле 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 но особенно «se promener a travers», чем больше сразу используемых конструкций, фижи, устоявшихся, тем лучше для практики вашей речи и образования автоматизма в контексте грамматической работы, лексико-грамматической работы. «Алор, les jeunes gens se promènent a travers les boulevard et parlent de leurs affaires». Ну, здесь «вон» хорошо, потому что «sûr» вы можете использовать, я предлагаю вам в комментариях отработать вот этот вот «sûr». Здесь очень важно подумать о том, чтобы говорить не «дон», а чтобы говорить «sûr», «les boulevard», «sûr l'avenue» и «sûr la place». Я буду очень методичен сегодня и поглядывать о том, зачем вообще Попоу предлагает вам это упражнение, чтобы вы понимали, работая в контексте с текстом, в контексте с комментариями грамматическими к этому упражнению, и после этого выполняли это переводное упражнение, резюмирующее все ваши новые навыки с русского на французский. Когда вы посадили это дерево? Когда вы вывести этого с... «КОН АВЕЙ ВУ ПЛАНТЕ СЕТ АРБРО?» «КОН АВЕЙ ВУ ПЛАНТЕ СЕТ АРБРО?» «Имеете говорить СЕТ АРБРО?» «СЕТ АРБРО?» «Не СЕТ АРБРО?» «СЕТ АРБРО?» «Любите глагол арборе без проблем, но это не дерево». «СЕТ АРБРО?» «Я снова встретился с ним два дня спустя». «Же ле ровю, же ле рран контре, же ле ровю две жур апре». «Же ле ровю две жур апре». «Молодой, понятно?» «Это широкая аллея, обсаженная старыми деревьями. C'est une large аллее plantée de vieux arbres.» «Це ле ржа ле plantée de vieux arbres.» «В этот час на тротуаре много народов, все идут по своим делам, все спешат.» «А 7h-с, и ле ле беху де мауде сир ле тротуар.» «То ле мауде за феер». «То ле мауде се депаше». «Прохошжи часто анаблитисяERE ТЕКАРТИМИ». Я спросил прохожего, где находится эта станция метро Марсово-Поле? Я спросил прохожего, где находится метро Марсово-Поле? Я спросил прохожего, где находится метро Марсово. Я спросил прохожего, где находится метро? Поездки 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 поездки, поездки поездки, поездки поездки поездки, И это очень ношеное, stirring на французском языке. Если ты не говоришь п sozialo, то это уañница французская, понятно. Пусть ты выбирал машину в центре доходит? Мы поставили машину с 20-ти в дом. Мы перейдем, мы подождем машину, паркну на машину на дону. Вот, крючка. Мы сначала в третий раз у аромат, где можно говорить. Друзья, мы говорим о том, что вам понравилось, это прекрасно видно, когда вы открываете этот период и двадцать лет. Ручка увидит, что вам понравилось, что вам понравилось. Все они admirem, что вам понравилось, что вам понравилось. этой картиной. Мы admire эту пинцию. Я восхищаюсь этим человеком. Я admire эту хрень. Все с восхищением говорят об этом фильме. Все говорит с восхищением о том фильме. Если вы будете еще более французским, а именно так, кстати, говорит это предполагательное, некоторые говорят это как-то по-французски, можно сказать по-французски. Видите, красиво. Можно же о французии речь. Давайте словотворить, как Пушкин. Почему он имел право создавать новые лексемы из французского в русском? А мы нет. Давайте создавать язык и словотворить им. Будем в полной свободе. Ширвин, кстати, очень часто использует выражения в русском языке, когда говорит, которые как будто взяты из французского. Я не слышал о выговорящем по-французски. Если честно, напишите в комментариях, если где-то слышали, можете дать ссылку. Но такое ощущение, как будто он все время занимается словотворчеством. Речевым и прямо какое-то влияние французское, что ли, чувствуется у актера. Где мы? 58-я фраза. Я вижу, что ты устал. Alors, je vois, и по-французски, que будет. Tu es fatigué? Je vois que tu es fatigué? И забавная штука еще, кстати, по-французски. Можно сказать, только будьте внимательны, барабанная дробь. Je vois que tu fatigué. Во-первых, fatigué можно не использовать по практике, могу сказать, в формате возвратного глагола. Для тех, кто говорит, что надо говорить все время, je me fatigue, как я утомляюсь и отстаю. Или обязательно сказать, я устал, je suis fatigué. Daru, je fatigué, я утомился. Во-первых, перфектная форма соблюдена в французской. Мы можем сказать, я сделал или сделаю, хотя говорю, настоящее время. Je fatigué. И второе, мы говорим про fatigué в пассивном формате, ставя это после союза, que. Смотрите. Je vois que tu fatigué. Que, не забудьте. По-русски ее нет, по-французски она обязательно. Аналитический язык. Всегда нужны союзные конструкции. В этом ресторане всегда можно найти свободный столик. On peut toujours trouver une place de libre dans ce restaurant. Поповы и Казаковы, конечно, не уймутся. Они предлагают нам свободу в виде определенного предлагательного с предлогом de. Смотрите. Une place de libre. Хотя можно сказать une place libre, разумеется. Я просто изощрился в духе свободы, о котором нам говорит Попову Казакову через веяние артиклей, предлогов. Une place libre, конечно, без проблем. Une place de libre. С такой же свободой речи позволяем это даже рекомендовано. Поиграйте со словами. После обеда мы продолжили свою прогулку. После обеда мы продолжили свою прогулку. После обеда мы продолжили свою прогулку. Вечером мы любим гулять по набережной. Le soir nous aimons nous promener à travers l'équipe. Если вы устали, мы можем вернуться. Si vous fatiguez, nous pouvons revenir. Они долго жили за границей и вернулись во Францию только год назад. Ils ont vécu longtemps à l'étranger. Можно так, потому что «l'ontem» длинная наречия. И хотя обычно и даже рекомендованная наречия ставить после глагола, всегда «ils ont longtemps vécu», здесь поставят «после», потому что красиво. «Effania», «blogosmuche», «все ради красоты». Французский язык, друзья. «Ils ont vécu longtemps à l'étranger, et ils sont revenus en France seulement il y a un an». Паруски, пастору фраза, и наоборот. «Ils ont longtemps habité en France, ils ont vécu longtemps à l'étranger, et ils sont retournés en France il y a un an». «Il y a seulement un an». «Il y a seulement un an, ils ne sont revenus en France, qu'il y a un an». Еще лучше, но это будет немножко сложновато. «Да, конструкция «ne que». «Ils ne sont venus, ils ne sont retournés, ils ne sont revenus en France qu'il y a un an». Это длинная конструкция, которая имеет оборот «ne que». Они долго же les ограничено, вернули в Францию, позатурно я встретил его в музее. Avant-hier, je l'ai rencontré au музее. Dans un музее, je l'ai rencontré. Dans un музее, avant-hier. В прошлом году, я встречал его несколько раз. «L'année dernière, je l'ai rencontré plusieurs fois». «L'année dernière, je l'ai revu plusieurs fois». Ну, или я уже говорил с этим глаголом. «Rencontré» с приставкой «re», друзья. Я буду в высшей степени счастлив, если за этот урок вы освоите, что повторение действия в французском языке, то, что по-русски передавалось его выражением снова. Или я еще раз что-то сделал, обозначается приставкой «re» вначале. «Re», 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 «Re» повторение действия. Друзья, запомните, смотреть снова будет «re-regarder», а не «re-regarder», а не «re-regarder». «Re-regarder». Переписать, если хотите, будет не только «re-copyre» или «re-écrire», но еще и «re-écrire». «Re». Ключевый мотив сегодняшних приставов. Позавчера я встречал в музее. Нет, pardon, pardon. Несколько раз встречал в прошлом году «re-ву». Я «re-ву» несколько раз, несколько раз, в году, в году, конференция уже стоялась, когда, в прошлой неделе. «La конференция была уйдена?» «Ла-смэн-дернияр?» «Кон, ла-смэн-дернияр?» «Ты рываешь?» «Нет, это не «ты рываешь». «Телефон» не отвечает, я уверен, что это правильный номер». «Ла-парейно». «Ла-телефон, он не répond неп afectом». Учешай без телефона. «Он не répond», «ну не «декрохе» па». «Ло-телефон не répond па». Как-то буквально. Понятно, что вы имеете в виду, что «не снимают трубку» и никто ничего не говорит. Поэтому «ну не «декрохе» па». «Ты ссюр, что это хороший номер», «Ты ссюр, что это СУВАт!» Потому что всякого рода отрицания при уверенностях, всякого рода вопрошанья при уверенностях не бывает индикативным, не бывает изъявительным. Чистый субжонктив. Попово-казаком, как обычно, вишенку на десерте. На этом заканчивается наше упражнение, друзья. Все необходимые комментарии я приложил. Был максимально серьезен. Надеюсь, что это принесло вам больше пользы. До следующей встречи. Скоро будут продолжения переводных уроков по упражнению Попова-казаком, резюмирующие все возрастающие у вас знания, умения и навыки. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова